Анонсированы процессоры Intel Core Ultra Meteor Lake с искусственным интеллектом. Компания FSP готовит блок питания Canon Pro мощностью 2500 Вт. Ноутбук для творческих профессионалов в 3D. Intel поделилась первыми подробностями об Extra SS, который является ответом на NVIDIA DLSS 3 и AMD FSR 3.0. Всем привет, друзья! С вами Яркачер, это Asus Live, новости IT, технологии, железо и, конечно же, самая актуальная и свежая информация про наши инновационные продукты. Всем приятного просмотра, погнали! Компания Intel анонсировала процессоры Intel Core Ultra Meteor Lake с искусственным интеллектом. Архитектура Intel Meteor Lake знаменует собой отход от монолитного кристалла и выбор в пользу четырех кристаллов меньшего размера, объединенных технологией Intel Foveras. Intel также впервые будет использовать чипы TSMC в своих процессорах. Процессоры Core Ultra первого поколения будут поддерживать новейшие стандарты подключения, включая Wi-Fi 7, Thunderbolt 4, но без Thunderbolt 5 и DisplayPort 2.1. Кроме того, эти процессоры могут с легкостью работать с памятью LPDDR5 7467 или DDR5 5600. Вычислительная плитка содержит кластеры P-ядер и E-ядер, совместно использующие кэш L3. Но на плитке SOC расположен дополнительный кластер E-ядер, называемый островом с низким энергопотреблением. Intel признает, что Meteor Lake не станет рекордсменом по производительности процессора. Архитектура процессора Core Ultra 7165H обеспечит несколько более высокую многопоточную производительность, чем Raptor Lake i7-370P, но однопоточная производительность будет ниже, согласно Intel. Одной из ключевых особенностей Meteor Lake станет ускорение искусственного интеллекта, которое, по данным Intel, достигнет 34 максимальных значений. Новая серия процессоров будет на 70% быстрее выполнять генераторные рабочие нагрузки с использованием искусственного интеллекта по сравнению с Raptor Lake. Компания демонстрирует, как искусственный интеллект может быть применен к современным ПК, но поддержка ускорения с помощью искусственного интеллекта начнет приносить пользу только с выпуском Windows 12, выход которой ожидается в следующем году. Meteor Lake представляет собой значительный сдвиг для Intel, поскольку знаменует собой отход от хорошо известной номенклатуры Core i. Появлением серии Core Ultra появилась упрощенная система распределения ядер по уровням, аналогичная серии Ryzen. Идентификатор Ultra отличает новые компоненты серии. Сообщается, что серия Core 100, за исключением вариантов Ultra, основана на Raptor Lake Refresh. Недавний анонс Intel включает в себя в общей сложности 11 новых чипов. 5 относятся к серии Core H и 6 к моделям Core U. Они различаются по энергопотреблению, графическим возможностям и датам выпуска. Флагманская модель Core Ultra 9-185H может похвастаться 16 ядрами, 22 потоками, состоящими из 6 P-ядер, 8 E-ядер и 2 LP-ядерами в блоке ввода-вывода. Intel утверждает, что этот процессор может развивать скорость до 5,1 ГГц для P-ядер и 3,8 ГГц для E-ядер. Примечательно, что он оснащен графическим процессором Arc с 8XE ядрами и ускорением 2,35 ГГц, самым высоким серии. Этот артикул отличается базовой мощностью в 45 Вт и максимальной мощностью в турбо-режиме до 115 Вт. Core Ultra 7-165H и Core Ultra 7-155H имеют конфигурацию, аналогичную Core 9, но с разными тактовыми частотами и характеристиками мощности. Максимальная тактовая частота процессора 165H достигает 5 ГГц, в то время как 155H предлагает 4,8 ГГц. Это также влияет на мощность графического процессора, тактовая частота составляет 2,3 ГГц и 2,25 ГГц соответственно. Они по умолчанию рассчитаны на TDP 28 Вт, но Intel допускает максимальную мощность до 64 Вт или даже 115 Вт, в зависимости от реализации ноутбука. Core Ultra 5-135H и 125H представляют собой урезанные версии с 4 Пи-ядрами вместо 6 и уменьшенной графикой до 7 Хи-ядер. Частоты ниже 4,6 и 4,5 ГГц для Пи-ядер и 3,6 ГГц для И-ядер. При этом графика работает на частоте 2,2 ГГц. Intel также собирается выпустить серию Core Ultra 100U с TDP по умолчанию 15 Вт и даже 9 Вт. Эти средние чипы имеют уменьшенное количество Пи-ядер до 2 и поставляются с 4 Хи-ядрами. Это важная новость для тех, кто ожидает появления серии Core 100U в портативных игровых системах. Эти компоненты Meteor Lake будут иметь значительно уменьшенную мощность графического процессора и тактовую частоту в диапазоне от 1,75 до 2,ГГц. Официальные спецификации Intel указывают, что Core Ultra 9 185H, Ultra 7 164U и Ultra 5 134U, как ожидается, поступят в продажу в первом квартале 2024 года, в то время как остальные должны уже поступить в продажу. Компания FSP готовит блок питания Canon Pro мощностью 2500 Вт. FSP сообщила информацию ресурсу Geeknetics о предстоящем семействе продуктов на рынке блоков питания. Эти блоки питания будут иметь категорию D, немодульные S, полумодульные и M, полностью модульная конструкция. Но самый интересный FSP Canon Pro. Один из типов блоков питания, рассчитанный на выдачу мощности до 2500 Вт. Это массивный блок размером 150 на 200 и на 86 мм, предназначенный для систем периферийных вычислений, серверов и рабочих станций. Он имеет эффективность 80+, платинум 230BAC, имеет два разъема PCI Gen 5.0 и имеет расширенный форм-фактор ATX. Что делает его идеальным для систем, которые ограничены из-за высокого энергопотребления. Блок питания потенциально может поддерживать до 4 видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 с номинальной CGP до 450 Вт. Линейка продуктов FSP, готовящаяся к выпуску в 2024 году, будет интересной, поскольку компания не только значительно упростила развлечения своих названий, но и будущие продукты теперь также будут обладать улучшенной производительностью. Друзья, сегодня я расскажу вам о ноутбуке для творческих профессионалов 3D. Встречайте, Asus ProArt StudioBook 16 3D OLED. Это первая в мире портативная рабочая станция в формате ноутбука с дисплеем 3D OLED для создания медиаконтента, не похожее ни на какое другое устройство. Революционный дисплей 3D OLED с разрешением 3.2K и частотой обновления 120 Гц позволяет без каких-либо специальных очков или шлемов виртуальной реальности просматривать трехмерные изображения, видео и даже игры. Создавать трехмерный визуальный контент теперь стало гораздо проще. Технология Asus Spatial Vision позволяет по одному щелчку мыши преобразовать 2D контент в 3D в реальном времени. Это стало возможным благодаря использованию лентикулярных линз и передовой технологии отслеживания движения глаз. На дисплее формируются отдельные фрагменты изображения для каждого глаза, в результате чего получается автостероскопическое 3D изображение. Эта технология способна полностью изменить процесс создания 3D медиаконтента, позволяя видеть детали трехмерных объектов и эффектов на экране ноутбука без необходимости в физических прототипах, что позволяет ускорить рабочий процесс и снизить затраты на создание подобных изображений. Аппаратная комплектация устройства в максимальной версии включает высокопроизводительный процессор Intel Core i9 13-го поколения, видеокарту для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 40-й серии, 64 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения и высокоскоростную систему хранения. В ноутбуке установлена усовершенствованная система охлаждения с технологией Asus iSchool Pro, помогающая поддерживать высокую производительность мощных компонентов без лишнего шума. Также наши инженеры увеличили площадь тачпада на 28% в сравнении с предыдущей версией. А для интуитивного управления настройками в приложениях для творчества служит удобный аналоговый контроллер Asus Dial. Кстати, для тех, кто предпочитает традиционные дисплеи, предусмотрен вариант ноутбука в комплектации с классическим сенсорным 2D-экраном OLED. С ноутбуком Asus ProArt StudioBook 16 3D OLED легко воплощать в жизнь творческие проекты, ограничиваясь лишь собственной фантазией, а не техническими возможностями. Компания Intel поделилась первыми подробностями о технологии Extra SS, которая является ответом на NVIDIA DLSS 3 и AMD FSR 3.0. По словам Intel, Extra SS — это новая платформа, которая сочетает в себе пространственный суперсемплинг и экстраполяцию кадров для повышения производительности рендеринга в реальном времени. Большая разница между Extra SS и DLSS 3 или FSR 3.0 заключается в методе генерации кадров. DLSS 3 и FSR 3.0 используют интерполяцию, тогда как Extra SS будет использовать экстраполяцию. Преимущество экстраполяции заключается в том, что она не увеличивает задержку ввода. Плохая новость заключается в том, что этот метод может привести к большему количеству артефактов, чем интерполяция. Intel объяснила, что интерполяция и экстраполяция кадров — это два ключевых метода временного суперсемплинга. Обычная интерполяция кадров дает лучшие результаты, но также приводит к задержке при создании кадров. Обратите внимание, что существуют некоторые методы, такие как NVIDIA Reflex, позволяющие уменьшить задержку за счет использования лучшего планировщика входных данных. Но они не могут избежать задержки, возникающей из-за интерполяции кадров, и являются ортогональными методами интерполяции и экстраполяции. Даже при использовании этих методов методы интерполяции по-прежнему имеют большую задержку. Экстраполяция кадров имеет меньшую задержку, но имеет трудности с обработкой раскрывшихся областей из-за отсутствия информации из входных кадров. Наш метод предлагает новый метод деформации с облегченной моделью потока для экстраполяции кадров с лучшим качеством по сравнению с предыдущими методами генерации кадров и меньшей задержкой по сравнению с методами, основанными на интерполяции. Теоретически, Extra SS должен обеспечить лучший игровой процесс. Сможет ли Intel соответствовать качеству изображения DLSS 3 и FSR 3.0, еще неизвестно. Intel также поделилась сравнительными скриншотами между Extra SS и некоторыми другими похожими технологиями. Эти скриншоты выглядят многообещающе. Однако, нам придется самим протестировать Extra SS, чтобы увидеть, сможет ли он конкурировать с DLSS 3 и FSR 3.0. И, наконец, Extra SS будет работать на всех поставщиках графических процессоров. В отличие от DLSS 3, Extra SS не будет привязан к графическим процессорам компании. На сегодня это все. Я с вами не прощаюсь. Говорю до новых встреч. Спасибо за просмотр. С вами был я, Аркачер. Это Asus Live. Следите за нашими новостями. Будьте с нами. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!